Кировские водители общими усилиями нарядили ёлку на театральной площади. Конечно, не главное, чуть меньше и при участии сотрудников ГИБДД. О чём автовладельцев предупреждает Дед Мороз, расскажем прямо сейчас. Добрый день и добрый час. Мы приветствуем здесь вас. После такого приветствия сотрудника ГИБДД каждый водитель уже точно знал, наказание не последует, причина остановки кроется в чём-то другом. Инспектор Дед Мороз с коллегой Снегурочкой ситуацию прояснили на месте. Делать шарик новогодний, чтобы украсить нашу ёлочку с пожеланиями участников дорожного движения. Давайте любой. И давайте громко прочитайте, что там написано. Не пересекай сплошную черту. Давайте погромче, дедушка плохо слышит. Не пересекайте сплошную черту. Правильно. Не лишним будет, посчитали сотрудники ГИБДД, напомнить кировским водителям о правилах дорожного движения. Пусть и в такой шуточной форме. Ещё раз. Не превышай скорость. Ага, но это не мне, а вам. У меня олени не превышают. Кстати, в новогодние праздники сотрудники ГИБДД усилят патрулирование улиц. Праздник праздником, а правила никто не отменял. Ежедневно до 80 инспекторов на улице города особенно пристально будут следить за состоянием водителей за рулём. Нетрезвым мало не покажется. Также напоминаем водителям, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное же управление автомобилем в состоянии опьянения включает в себя также лишение свободы сроком до двух лет. Усилят контроль на дорогах инспекторы ещё и потому, что в город на новогодние праздники съезжаются и жители районов. Количество машин увеличивается. Вероятность ДТП растёт. Работы у инспекторов хватит, но это в перспективе. Пока что здесь, на театралке, они просто решили напомнить о правилах и поднять настроение кировским водителям. И, судя по всему, с задачей справились успешно. Маленькой ёлочке холодно зимой. Из лесу ёлочку взяли мы домой. Дмитрий Житарчук, Данил Кочкин, Бюро новостей ДАВИЧ.